Вот он маркетинг, который я показал, где можно скачать. Участники реферальной программы. Клиент. Вот, это тот человек, у которого не открылась пока ссылка на личный кабинет. Хотя я вам дал лайфхак, что можно и не дожидаясь этой ссылки, заходить в кабинет. Дальше, партнер. Амбассадор бизнес-идеи Лови Кэшбэк. Это тот, который что сделал? Который в данном месяце потратил через карту на 10 тысяч рублей. И лицензиат, это тот, который прошел обучение и подключает заведение. Но здесь же, видите, опять же, уже оговорено через звездочку, что пока что старт этой образовательной программы еще не начался. Хотя на самом деле образование идет, но кнопки как таковой нет. Да, скажу, забыл, смотрите, что вам еще нужно сделать. Вам нужно в приложении нажать вот сюда на телеграм-канал, подписаться на вот этот канал и подать заявку на вот этот канал для стажеров. Если вы хотите, конечно, подключать предприятие, быть стажером. Вот. Ну, все привилегии стажера я вам сейчас расскажу в маркетинге. Вот. Это вот обязательное действие. Не забудьте это тоже сделать. Так, значит, если вы партнер или лицензиат, все, вы имеете право на получение вознаграждений. То есть, не только на начисление, но и в статус одобрено. То есть, получить эти вознаграждения. Если вы не стали партнером в данном месяце, то есть, не выполнили квалификацию, то вы видите все начисления, но они вам не упадут в одобренные. То есть, они просто сгорят. И никуда выше по структуре они не передадутся. Здесь нет компрессии. То есть, все сгорает и все. Почему нет компрессии? Потому что пока еще не было случаев, чтобы кто-либо не тратил через карту 10 тысяч, кто получает вознаграждение. То есть, 100% конверсия. Поэтому, как бы, вводить правила компрессии, какие-то дополнительные, нет необходимости. Ну что, поехали. Значит, вот вы. Вот здесь вот. Вот это ваша первая линия. Ну, и ваш человек в первой линии приглашает двух людей. Те приглашают в целом еще трех. Потом еще четыре. Там вот в четвертой линии стало. Потом в пятой линии кто-то уже стал приглашать. Да, вот так строится структура. И таких людей, вот как этот, у вас может быть много. Хоть 50, хоть 90. Сколько хотите. Вот у меня, давайте посмотрим, сколько их. Участники. 25 человек. Кстати, здесь можно применять фильтры. И показывать только тех, кто потратил 5 тысяч, или кто прошел апгрейд. Первую линию. Все линии можно показывать. Все аккаунты. Или только лицензиаты, только партнеры. То есть, этим фильтром тоже здесь можно пользоваться. Ну ладно, возвращаемся сюда. Значит, вот таких людей у меня в первой линии 25 человек. Это мало. Это я бездельник. Ну ладно. Каждый из таких ваших людей приглашает людей к вам во вторую линию. Себе в первую, вам во вторую. Те в свою первую, в вашу третью, в его вторую. И так далее. Значит, с первых четырех линий идет безусловный постоянный доход. Одно единственное условие есть. Ну, я его как бы не сочетаю условиям. Я уже проговорил. Это быть партнером. То есть, потратить через карту 10 тысяч. Это бесплатно. Абонентских плат нет. Ничего такого. Нет никаких плат. Вы просто делаете траты не через ту карту, через которую вы привыкли тратить. Или не наличными тратить. А вот через нашу карту лови кэшбэк. Все. Поэтому я считаю это бесплатно абсолютно. Дальше. И вот теперь здесь в принципе все написано, что надо. Основное вознаграждение состоит из двух частей. Первое. За выполнение целевых действий. Банк выплачивает 400 рублей в сеть. Значит, соответственно, с первой линии вы получаете 20%. От 400 рублей это 80 рублей. И вот теперь нюансы. Потом я скажу про второе. На самом деле только два продукта. На самом деле здесь уже есть и ренессанс страхования. Сейчас мы за лицензиатов будем еще получать. Потом кредитные истории. Потом симки пойдут. Ну, это будет много продуктов. Там какие-то бады у нас появятся. То есть много с чем мы будем зарабатывать. Пока на примере вот этих двух основных заработков, которые у нас сейчас имеются. Значит, смотрите. Первый нюанс. 80 рублей вы вроде бы должны получить. Но вы это получаете, вот эти проценты, только если вы лицензиат. Не лицензиаты получают эти цифры, умноженные на 0.8. То есть на 20% меньше. Поэтому возвращаемся в кабинет. Нажимаем историю. И видим, что мне выплачено 32 рубля за участника Максим. Ну, в какой-то моей ветке. Почему я понимаю, что это не мой Максим, а в какой-то ветке, в какой-то глубине. Потому что, во-первых, я помню моего единственного Максима. Он давно уже прошел апгрейд. Я уже давно за него получил этот бонус. И потому, что я получил не 80 рублей, ну, то есть 80% от 80, то есть 64 рубля, да. А я получил 32 рубля. За вторую линию я должен получать, смотрите, 10%. 80 рублей за первую линию, а за вторую получается 40 рублей. То есть 10% от 400 рублей, которые выплачивает банк, да. Но я получил почему-то 32%. Почему? Потому что, ребята, я не лицензиат. И сейчас пока у нас все не лицензиаты. Потому что кнопочки этой нет. Поэтому мы все получаем пока 0,8%. Вернее, ну да, 0,8 умножить на все эти выплаты. Дальше. 83,20 рубля. Что это за цифра? Не 80, не 64. Что за 83,20? Давайте считать. Значит, у меня объем 3 миллиона. Это значит, что я получаю бонус бесконечности 6%. Это мы уже переходим вот сюда. Вот видите, 3 миллиона объема сделала ваша структура. Вы получаете дополнительно 6% со всего объема вашей структуры. Не считая ваш собственный объем. Вот и давайте теперь сложим. Значит, за Юлю я должен был получить 80 рублей умножить на 0,8. Потому что я еще не лицензиат. Тоже 64 рубля. И плюс еще какие-то, ну, наверное, ровно 6%. Которые в сумме должны дать 83,20. Вот давайте проверяем. То есть 400 умножаем на 6%. И умножаем это на 0,8. И получаем 19,2. Вот они, видите. Теперь к 19,2 прибавляем 64. И получаем те самые 83,2 рубля, которые здесь и указаны. Ну, а теперь давайте я попробую перевести это на русский язык еще разок. Так как у меня уже товарооборот прошел 3 миллиона. Я получаю 6% дополнительно со всех этих людей. Плюс со всех, кто ниже. То есть 5 уровень и дальше. И до бесконечности. Хоть со 165 уровня я получу все равно эти дополнительно 6%. Но на все эти выплаты накладывается коэффициент 0,8. То есть я на самом деле получаю не 6%, а 6 умножить на 0,8. Не 20%, а 20 умножить на 0,8. Не 10, а 10 умножить на 0,8. Понимаете, какая фишка? Чтобы мне получать 1, то есть чтобы умножать на 1, а не на 0,8. То есть получать все как положено. Мне надо стать лицензиатом. Все, я стану лицензиатом. Все выплаты будут как есть. Как здесь указано в маркетинге. Видите, здесь есть формула вознаграждения, которая сначала пугает. На самом деле она очень простая. Видите, А1 это понижающий коэффициент 0,8. И вот все выплаты умножаются на этот понижающий коэффициент. То есть, соответственно, если вы лицензиат, то у вас нет этого понижающего коэффициента. Вы все получаете как получаете. Как указано в маркетинге. Так, теперь я обещал показать вот это. Процент с объемом текущих трат. Значит, смотрите, как это считается. На самом деле так считается все в маркетинге. 0,5% это сумма денег, которую выплачивает с каждой покупки Акбарсбанк. Вот. Смотрите, возьмем какую-нибудь круглую трату здесь. Вот, 800 рублей. 800 рублей. Берем от этого 0,5%. Считаем, как это все будет выглядеть. Значит, 800 рублей. Умножаем на 0,5%. Получаем 4 рубля. И вот с этих 4 рубля. Это деньги, которые банк выплатил. ООО Кэшбэк Форс. Для того, чтобы он эти деньги перераспределил по сети. Вот от этих 4 рублей я получаю. Ну, это, видимо, откуда-то из глубины. Наверное. Не знаю. Либо я 6% получаю. Если это с пятой глубины. Пятая глубина или глубже. Либо я получаю с этого 10% плюс 6. То есть, 16. Если это с первого-четвертого уровня. Вернее, со второго-четвертого уровня. Или если это на первом уровне. Я получаю 20 плюс 6. 26%. И все это еще умножить нам надо на 0,8 коэффициент. Вот. Поэтому сложно посчитать. Ну, ладно. 4 рубля я умножаю. Например, я получаю 10%. Да? На 10%. Получается не 4 рубля, а 40 копеек. Но у меня понижающий коэффициент 0,8. Поэтому 40 копеек превращается в 32 копейки. Умножаем на 0,8. Вот. Получаем те самые 32 копейки. Да. Мы вычислили, что это как раз получается клиент из какого-то моего второго, третьего или четвертого поколения. За покупку которого я вместо 40 копейки получил 32 копейки с учетом понижающего коэффициента. Вот. И так можно посчитать всех. То есть, смотрите. Мы за основу берем ту сумму конкретных рублей. Абсолютную сумму. Которую перечисляет Акбарсбанк. Ну, или кто-то другой. Не важно. Все, что будет у нас в маркетинге. Лови кэшбэкфорс. О, кэшбэкфорс получает какую-то конкретную сумму. Вот от этой суммы он выделяет 20% на первую линию. Вам. 10 во вторую, 10, третью, 10, четвертую. И плюс еще на весь этот объем накладывается. Ну, по максимуму это 20%, если у кого-то есть 5 миллиардов товарооборота. Ну, пока еще такого товарооборота нет. Первые люди, которые его достигнут, по нашим расчетам, будут где-то летом 2022 года. Теперь правила. Кто-то скажет, вот, до бесконечности 20% компания разорится и не хватит всех денег, чтобы выплатить. Хватит. Все очень просто. Благодаря вот этому правилу ограничения. Я это называю обрезной маркетинг. Это очень часто распространенная штука. Вот смотрите. Вот вы. Вот ваш партнер X, который тоже вышел на какой-то товарооборот. Например, у вас 3 миллиона, вот как у меня. А ваш партнер X, у него 1 миллион. То есть, у вас 6%, у него 4%. Да? Вот. И здесь все очень четко написано. Если партнер X вышел на доход в размере 4%, и у вас тоже 4%, то вы не получаете. Если ваш партнер X вышел на 4%, а у вас 6%, то вы с него получаете со всего его оборота 2%. То есть, разницу между 4% и 6%. Это можно по-другому сказать. Например, вам выплачено 6% со всего товарооборота. Но из вас их 6% выплачено всем, кто получил 4%. Если у вас в структуре есть, вот вы 6% у меня, например, в структуре тоже есть 6%. Вот со всего его, со всего моего вот этого бонуса 6% выплачено 6% еще и ему. То есть, от меня отняли, ему отдали. Понимаете, да? То есть, это называется обрезной бонус. То есть, вы получаете свои 6% до тех пор, пока у вас не появится кто-то, кто получает какой-то свой процент. И он этот процент вам обрезает. Отсюда название обрезной. И вот здесь пример вознаграждения показан. Смотрите. Это первая линия 20% вы получаете. Это вторая. 10%. Третья 10%. Четвертая 10%. Это в стандартном режиме, если у вас еще нет пока миллиона. Как только вы достигли миллиона, вы начинаете получать на 4% больше со всего объема. То есть, вы получаете теперь не 20%, а 20 плюс 4, 10 плюс 4, 10 плюс 4. И здесь 0 плюс 4, 0 плюс 4, 0 плюс 4, 0 плюс 4 и так далее. То есть, как видите, в описании маркетинга, в общем, все разжевано. Все понятно. Но я вам сейчас еще больше разжевал. Поэтому вообще должно быть все без вопросов. Таким образом, еще раз поясню. Смотрите. Вот эти базовые проценты 20, 10, 10, 10, они всегда у вас есть. Их никуда невозможно деть. То есть, вы всегда их получаете без какого-либо условия, кроме того, что вы должны быть партнером в данный месяц. Но, как только вы достигаете объема выше миллиона, этот объем накопительный, он никогда не сгорает. Если вы подписали какого-то мощного лидера, он вас толкает вверх. Вас невозможно обойти. Здесь нет правила баланса ног и все такое. Но, если вы подписались и подписали мощного лидера, и он вас толкает по объемам вверх, то вот эти дополнительные проценты вы с него не будете получать. Почему? Потому что он их весь будет и забирать. Вы 6% получите, и все эти 6% из ваших 6% ему заплатятся, потому что у него тоже 6%. Вы выйдете благодаря ему на объем еще больший, например, 8% при 10 миллионах. Но вы с его объема всей его сети ничего не получите, потому что из ваших 8% ему все это заплатится. Но зато, когда вы приглашаете кого-то новенького, или кого-то, кто не получает еще свои объемы, вот эти 4%, 6%, вы получаете с этой организацией, со всей этой организацией новенькой, боковой или дополнительной, по сравнению с вашей самой сильной, вы получаете все 8%. Так, теперь я хочу вернуться к правилу одному очень важному по выплате вот этих 400 рублей в сеть. Значит, смотрите, если вы не выполнили целевое действие, то есть вернемся к правилу оферты, да, то есть в течение отчетного периода, первого своего, да, то есть это тот месяц, когда выступили, плюс следующий. Если вы в течение этого времени не выполнили 5 тысяч, вот, внимание, я сейчас говорю не про 10 тысяч, а про 5 тысяч, то есть не открыли свою реферальную ссылку, то вы навсегда лишаетесь возможности от Акбарса получать 400 рублей, ну, не все 400 рублей вам, а 20% от этой суммы, навсегда лишаетесь возможности получать эти деньги за новых людей. Причем не только вы лишаетесь, но лишаете всю структуру вышестоящих наставников. Почему? Потому что у Акбарса история, когда он выплачивает 400 рублей в сеть, возникает тогда, когда оба участника выполнили это условие. 400 рублей выплачивается не только, когда человек, которого пригласили, потратил 5 тысяч рублей, но и вы, кто его пригласил, тоже в свое время, когда вступали, успели потратить 5 тысяч рублей в месяц, следующий за ним. Если вы этого не сделали, то и вот этой связки никогда не создастся, потому что один из двух, то есть вы, когда-то на заре не выполнили это условие. И все. Капец. Зато вы будете получать все остальные бонусы. Но 400 рублей целевых от Акбарса вы уже не получите. Поэтому очень важно, когда вы регистрируетесь на платформе в течение месяца, и следующего за ним выполнять эти 5 тысяч рублей товарооборота. А, собственно, что я мучился? Вот здесь как раз это и написано. Участник должен сделать апгрейд и потратить 10 тысяч. Слушайте, а все-таки на всякий случай тратите лучше 10 тысяч за 2 месяца. То есть за месяц, когда вы вступили, и в следующий. Потому что я сказал так 5 тысяч, но мало ли, может быть, все-таки 10 тысяч надо делать. И тогда, когда друг будет тратить 5 тысяч, вам будет всегда выплачиваться, вам и всей структуре наверх, свои проценты от 400 рублей. Да, вот еще что хочу сказать. Смотрите, возвращаемся к маркетингу. Давайте посчитаем, сколько денег выплачивает от всего, что получает кэшбэк форс. 20% за первую линию, 10, 10, 10 за вторую. Итого получается 50%, плюс 20 максимум. Это вот этот бонус бесконечности. Это вот этот бонус бесконечности. 50 плюс 20 – 70%. 70% – это тот максимум, который кэшбэк форс выплачивает в структуру. Значит, 30% он оставляет себе. Вот и доход лови кэшбэк. Чтобы вы понимали, что лови кэшбэку тоже выгодно здесь развитие сети. То есть, со всей глубины, всегда, что бы ни происходило, он с любого человека получит всегда свои 30%. И даже больше, если, например, еще нет 20%. Вот как сейчас, еще пока максимальная квалификация у нас на 10%. А 12% даже еще и выше никто не получает. Соответственно, эти бонусы пока лови кэшбэк не выплачивает. Ну все, ребят, теперь прощаемся. Надеюсь, я решил массу, может быть, даже 90% всех ваших вопросов на старте. Оставшиеся 10% в ручном режиме задавайте или техподдержке, или своим наставникам. Или в общих чатах командных, корпоративных. Пока. С вами был Алексей Хохлатов. Мне очень приятно было быть с вами. Подписывайтесь на канал. Смотрите мои новые видео. До свидания.